Давайте вернемся сейчас к другой теме, которая очень беспокоит рынки. Вообще-то она должна и нас беспокоить. Это тема Украины. Это развилось совсем в другую сторону. Сейчас это совсем не так, как это еще было 2-3 недели назад. Тогда мы думали, ну хорошо, на Украине всего лишь поменяется правительство, старого президента снимут, и это пройдет все очень спокойно. А не тут-то было. Эти обстоятельства драматично обостряются. Это можно наблюдать только с большим беспокойством. Это приводит к тому, что из Путина делают дьявола. Хеллери Клинтер назвала его уже Гитлером. Путина показывают, будто он само зло, который представляет ось зла, и творит дела, которые нельзя делать. А что такого делает Путин вообще-то? Что действительно происходит на Украине? Это надо спокойно все сесть и рассмотреть. На Украине не произошла смена правительства через выборы. Это произошло через переворот, через путь на Украине. Эти демонстрации протестующих на Украине совершенно очевидно поддерживались, финансировались и организовывались при помощи Запада. Это показывает все больше документов, которые сейчас появляются. Это же не Путин играл на Украине с огнем и здесь привел к переменам. Это и не весь украинский народ, который здесь восстал против диктатора. Это же часть жителей Украины, часть жителей, которые позволили себя использовать. Многие на Украине относятся вовсе не положительно к такому развитию событий, которые мы сейчас видим. А на Востоке или в Крыму и вообще нет. И по этому поводу вопрос, кто это все поджигает на Украине? Был это Путин или это был Запад? И кто заварил эту кашу? Ну да ладно, что же сейчас происходит на Украине? Что это делает Путин в Крыму и что в этом такого плохого? У него там одна из самых крупных военных морских баз на Черном флоте. И из-за переворота и непредсказуемого положения на Украине, сейчас непонятно, что там внизу происходит. Там находятся атомные подводные лодки, там же находится большая часть военного флота. И во-первых, что же будут делать американцы в таком положении? Будут ли они тоже сначала защищать свой флот и будут пытаться сохранить свою военную базу? Будут пытаться защитить свое военное имущество? Это и делают сейчас русские. К тому же Украина является автономным регионом и принадлежала когда-то России. Но сейчас это автономный регион. Когда распалась Советский Союз, на Украине был референдум, и тогда большинство населения было за автономную республику. Крым... И Крыму дали особый статус. Русские не занимали его нелегально. Русские платят за Крым высокую плату, почти 100 миллионов в год за аренду. Дополнительно Украина получает газ со скидкой в 30%, как компенсацию за использование Крыма. И этот контракт был сейчас на многие десятилетия продлен. По-моему, с 2007 до 2040 года. Это не нелегальное вторжение в Крым. Это защита своих интересов, которые они экономически с помощью абсолютно нормальных контрактов заключили. Поэтому это сначала не так понятно, что делает Запад. И почему мы так нервничаем насчет Крыма? Из-за того, что Путин там референдум проводит. Еще раз, Крым до сегодняшнего дня так и так был автономной частью республики. Сейчас они делают референдум, у них свои автономные права, автономный парламент, и они проводят референдум. Хотите вы быть ближе к России или ближе к ЕС? И такое демократическое голосование мы держим за неконституционное. И это не должно ни в коем случае произойти, потому что мы беспокоимся за результат. А вот в Украине парламент, который даже не избирался, который сейчас является временным правительством. От кого, кстати? Временное правительство, которое само себя назвало, в которой партия Свобода с одной ультраправой партией, которая, если посмотреть, что там творят, то наша Национальная демократическая партия Германии выглядит просто как мухи на какашке. Они сейчас там в руководстве. И их принимает наша политика в Германии как героя в будущем, только потому, что они требуют вступления в НАТО. Именно поэтому они и нравятся. Короче, нелегитимное правительство, которое само себя назвало, которое сделало путь, которое покровительствует ультраправой партией. Ее признают легитимной. С ней ведутся переговоры. С ней заключаются договоры. А все еще официальное правительство в Крыму, которое народное голосование... Извините, эта тема действительно заставляет побеспокоиться. Хочет провести нормальный демократический выбор. Это считается нелегитимным. То, что мы сейчас в Европе делаем, в этом нужно действительно разобраться. И что за промывание мозгов, в частности в наших СМИ, проделывается? Как тут неожиданно русский олигарх Ходорковский, который русским олигархам здесь показывали, который нелегальным образом огромное состояние себе сделал, он неожиданно стал русским бизнесменом, критиком Кремля и героем оппозиции. Это... Тимошенко, который здесь сейчас продвигает... Который сейчас в Германии в санатории. Здесь знакомая как газовая принцесса, миллиардерша. Тогда же непонятным образом сделала свое состояние. Сейчас называют ее героем будущего. Короче, то, что у нас сейчас происходит, очень и очень подозрительно. Но в конечном счете, дело не в демократии. И не в правах человека. Полная чушь. Дело в газе. Дело в правах на газ. Дело в том, чтобы было больше газа из США. Это мы сейчас и слышим в новостях. Кто-то хочет русским газ перекрыть. Подождите-ка. Мы же получаем от них газ. От 35 до 40 процентов потребляемых в Германии газа приходят из России. И мы же сами хотим этот газ теперь перекрыть. Какими же глупыми нужно быть? Представьте, я сейчас перестану дышать из протеста против правительства. Посмотрим, сколько я протяну. Вот так нужно смотреть на эту ситуацию. Вместо этого мы подумаем, газ из США получать. К примеру, через жиженый газ. Который будет доставляться в танкерах. Только это будет еще годы длиться, пока построят терминалы. Или, к примеру, обсуждается газ из Израиля. Это же можно через газопровод, через Грецию доставлять. Привет! Что тут за тема появляется? Или могли бы вы газ с Каспийского моря через Черное море, мимо Крыма, в сторону Европы построить. И так далее. Мои дамы и господа, мы еще разберемся с этой темой сегодня. Здесь не идет речь о правах человека. Дело тут в газе, во власти. И американцы играют тут с огнем, но они же играют с огнем в нашем лесу, возле наших дверей. Они-то очень далеко. У них с русскими практически нет экономических отношений. Немецкая индустрия сильно зависит от экономических отношений с Россией. И здесь играть с огнем, рисковать поставками газа в Европу. И это все ради жадно-стратегических планов Америки, которые сейчас посылают военные самолеты в Польшу и Литву. Где неожиданно складывается военная ситуация в сердце Европы, перед нашими дверьми. Мои дамы и господа, Украина вот здесь. Это сердце Европы, середина Европы. Она не так далеко от нас. Мы говорим здесь действительно о ситуации, которая взрывоопасна. И которая происходит перед нашими дверьми. Где речь идет о американских энергетических интересах и интересах власти. И Европа себя подставляет и еще поддерживает это. И говорим, да, русским, с которым мы хорошо зарабатываем и от которых мы экстремально зависим, еще бы и по рукам надо надавать. Почему вообще-то? Да, да, из-за Крыма. Именно из-за Крыма. Потому что там... Нет, это нехорошо. Что они там делают? Хотят его отделить? Это просто невероятно. Мы настолько глупы, что нас даже свиньи кусают. Мы позволяем американцам нас втянуть в конфликт, который нам не нужен, который мы не хотим, который нам вообще ничего не принесет. И позволяем нам рассказывать, что это все ради добра, насколько тупыми нужно быть. То, что здесь сегодня происходит, и чем мы сейчас заняты, если мы сейчас смотрим заголовки, с Хернис-процессом, с процессом против Кристиана Вульф из-за 720 евро. Тимошенга, которая годами богатела, получает здесь поддержку, а Кристиана Вульф прибывает к стене из-за 720 евро. Это больше необъяснимо. Что здесь происходит?